Денег снастал. Потребители узнали о категории энергетической уязвимости, которую им причислили. Соответствующий значок появился на личных страницах тех, кто зарегистрировался на платформе компенсации.gov.md. Те, кто еще не записался на госпомощь, еще могут это сделать, но тогда компенсации им придут в случае одобрения со следующего месяца. Если запрос на компенсацию был одобрен, зарегистрированные на платформе граждане смогут увидеть значок в виде пламени определенного цвета и букву, который указывает на степень энергоуязвимости. В этом году их семь. Крайняя уязвимость, очень высокая, высокая, средняя, низкая, первичная и неуязвимая. Те, кто не согласен с присвоенной категорией, могут обжаловать решение, сообщает Министерство труда и соцзащиты. Недавно правительство обнародовало размер помощи на оплату счетов в холодный период года. Так, государство возьмет на себя треть стоимости газа, который потребители израсходуют с ноября по март, и почти 60% за отопление. Семьи, где природный газ – основной источник обогрева жилья, будут платить от 12 до 17 лев за кубометр, в зависимости от степени энергоуязвимости. Если в доме централизовано отопление, то 1 гигакалория будет обходиться от 1400 до 2900 лев. При этом будут компенсированы не больше 180 кубометров газа и максимум 1,3 гигакалория теплоэнергии в месяц. Электроэнергия будет компенсироваться только тем потребителям, которые будут использовать ее преимущественно для отопления, а потолок не должен превышать потребление 1500 кВт-часов в месяц. Таким образом, наиболее уязвимые домохозяйства, обслуживаемые компанией Premier Energy, будут платить от 1 лея 54 банов до 2,54 за кВт-час. При этом неуязвимые потребители, то есть те, кто использует менее 5% своего дохода для оплаты энергии, будут платить по действующим тарифам. По данным правительства, в этом году на компенсацию энергозатрат в холодный период года выделено почти 2,8 млрд леев. Сумма покроет как компенсации в счетах-фактурах, так и будет в виде денежной выплаты в размере 800 леев на семью.